Компания Boeing, та у которой куча самолетов не летает и на заводах такой бардак, что в фюзеляжах молотки находят, опять вы будете смеяться, откладывает первый пилотируемый полет корабля капсулы Starliner, заказанный NASA. Причем все серьезно, и основной причиной называются проблемы с безопасностью астронавтов, ведь выяснилось, что капсула получила ненадежную парашютную систему и проблемную кабельную оснастку. Или переводим с демократического на русский, это залет, ведь когда штатно и очень хорошо сработала безопасность, пять лет назад корабля «Союз» вою было до небес, единственное не от специалистов. Вот прямо цитируем, астронавт NASA Скотт Келли отметил, что система эвакуации Российского Союза сработала прекрасно и назвал безопасное возвращение экипажа хорошей новостью, ну еще бы. Однако то в России, сказано повторимся опытным сотрудником космической отрасли США, летает он давно. Но другое дело, когда таксисты, разносчики пиццы или водопроводчики, ну все те люди, которые уже давно бы подняли Россию с колен, да надо в школу ходить или работать, начинают рассказывать, как оказывается, плохо обстоят дела в космической отрасли самой большой изоляции в мире. А тут вот, пожалуйста, рядом. Выяснилось, что стропы парашютов, изделия Boeing и их крепления не выдерживают достаточную нагрузку, меньшую, чем считалось ранее. Правильно, зачем что-то считать и тестировать, если можно нарисовать мультик, получается. А также, это уже, наверное, к материаловидению, лента, покрывающая жгуты, используемых в капсуле кабелей, оказалась огнеопасной. Причем речь идет о десятках, возможно, сотнях метров ленты, использованной в капсуле, и просто срезать ее не получится. Придется искать альтернативное решение проблемы. Все как в том бородатом анекдоте. Приеду домой еще лучше на скотч, примотаю, получается. Впрочем, больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Влад Серов, я автор и ведущий канала «Не конец истории». Каждый день, скоро, уже будет два года, вы слышите мой голос, если я не болею, как недавно, и узнаете новости. Но теперь, когда монетизацию в России отключили, а проекту еще и добрые люди прикрутили просмотры, без вас никак. В нашей команде тоже работают люди, которые тоже должны кормить свои семьи. И хотя многие сейчас посчитают, что мы тут все пересядем на Феррари, было бы все так просто. Впрочем, если наберем фото, обязательно выложу. А потому заранее спасибо всем, кто поможет проекту. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику, ведь это не конец истории. Итак, как шутят те, кто в теме того, что происходит в космической программе Штатов, были такие пачки в СССР. Союз Аполлон не подскажет, а Аполлон еще летает. Это мы к тому, что, безусловно, хоть с Рогозиным, хоть без него, Роскосмос в стране самых знающих экспертов в маминой кофте, профессионалов много. Однако, что вы скажете по этому поводу и по поводу следующих новостей? Опубликованные на днях выводы главного инспектора НАСА говорят, что бюджет на ракету СССР для будущих лунных и марсианских миссий вот этот сюрприз неконтролируемо растет вместе с растягиванием сроков по исполнению планов. Кто сказал, пилит. Правда, между тем, вместо запланированных затрат на двигатели и ускорители в размере 7 миллиардов долларов американских пенсионеров, ага, агентство заплатит теперь более 13 миллиардов. Но что самое, прекрасные сроки исполнения растянуты с 14 лет уже до 25, а там, как говорится, пусть не расцветает и пускай сами разбираются. Так что это точно не конец истории.